Всем привет! Прошел год с тех пор, как страна потеряла великого актера и режиссера Армена Джигарханяна. Он был одним из самых востребованных актеров. На его счету более 250 ролей. Также Армен Борисович играл на сцене Линкома. Народный артист руководил драматическим театром своего имени с 1996 года. В 1999 году артист получил грин-карту по квоте в Америке для деятелей искусств. В Штатах у актера был семикомнатный дом, который подарил ему поклонник. Длительное время семья проживала на две страны. Джигарханян и Власова стали владельцами трехкомнатных апартаментов, которые находятся в Староконюшеном переулке, много лет назад. Но свою долю режиссер решил продать давнему другу Растегину, когда находился в романтических отношениях с Виталиной Цымбалю Громановской. После расставания с пианисткой актер захотел вернуться к второй супруге. Он смог договориться с бизнесменом о проживании в квартире до конца жизни. Вот только в свете последних событий Татьяна Власова в скором времени должна будет освободить квартиру, в которой провел свои последние дни жизни Джигарханян. Бизнесмен Юрий Растегин намерен выполнить последнюю просьбу артиста и превратить помещение в музей. Что же будет дальше с жильем, Растегин на данный момент не сообщает. Ему еще не представилась возможности даже начать какие-либо работы. Бизнесмен утверждает, что намерен создать музей Армену Борисовичу, как только подыщет достойное жилье для Татьяны Власовой, которая и по сей день проживает в этих апартаментах. Вот только сейчас слова Растегина многие ставят под сомнение. Возможно, что совсем скоро он сделает так, чтобы супруга Джигарханяна съехала по собственной инициативе. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока.